Русская Германия. История в следах. Русская Германия. Русская Германия. Русская Германия. В 1857 году в возрасте 53 лет он ушел в мир иной. И это означает, что в 2017 году отмечается 160 лет со дня смерти композитора. В Берлине Глинке было хорошо. Он с детства знал немецкий язык, чувствовал себя здесь своим, любил хозяйственных и аккуратных немцев. Он часто бывал в Королевской опере и в Певчевском обществе. В одном из писем в России Глинка писал «Мне здесь, в Берлине, приходится так по душе, что и высказать не могу». В память о пребывании композитора в Берлине во времена ранней ГДР появилась Глинка Штрассе. Здесь наверняка не раз бывали многие наши слушатели. Но все же напомним, что она упирается в бульвар Унтерден-Линден около представительства Аэрофлота, что стоит рядом с посольством России. А на пересечении Глинка Штрассе с Моренштрассе на том самом доме 963 размещен барельеф композитора весьма солидного размера. Под барельефом на фоне скрипичного ключа указаны даты жизни Глинки и начертано по-немецки известное высказывание композитора. Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем. Русский Берлин. История в следах. Об истории появления улицы Глинки в Берлине на страницах книги Александра Попова «Русский Берлин» рассказывает председатель правления Берлинского общества имени Глинки Юрий Николаевич Фост. Было известно, что Глинка не раз бывал в Берлине. Увидев барельеф, мы задались вопросом, жил ли в этом доме сам композитор. Удалось выяснить, что после войны, когда Берлин лежал в руинах, этот дом на тогдашней канонирштрассе был одним из немногих, что сохранился почти невредимым. В нем расположилось центральное правление общества германо-советской дружбы, которое возглавлял оберпургомистр Большого Берлина Фридрих Эберт. На этом здании и был установлен барельеф. Но композитор здесь не жил. Его дом находился в трех кварталах отсюда, в сторону Унтерден-Линден, по адресу французиши Штрассе 8, в здании, стоявшем на пересечении этой улицы с нынешней Глинка Штрассе. Здесь Глинка поселился 1 сентября 1856 года, и этот адрес оказался последним в его жизни. А канонирштрассе получила имя Глинки в мае 1951-го. Русский Берлин. История в следах. Сегодня на месте, где жил Глинка, стоит современное административное здание. Слева от входа укреплена памятная доска, посвященная композитору. Автор ее проекта – текстов и художественного оформления Юрий Фост. На доске портрет композитора и текст по старой русской орфографии, который гласит, что в всем доме жил и скончался великий русский композитор Михаил Иванович Глинка. Это фотокопия текста первой памятной доски, установленной в 1899 году на стоявшем здесь ранее доме. Впоследствии он, по желанию его владельца, обрел название «Глинка-хаус» – «Дом Глинки». На немецком языке также написано. В разрушенном войной жилом доме, стоявшем на этом месте, жил и работал в последние месяцы своей жизни великий русский композитор Михаил Глинка. Под портретом надпись Михаил Глинка родился 1 июня 1804 года в Новоспасском Смоленской губернии, скончался 15 февраля 1857 года в Берлине на французейшей штрассе 8. Неженотный стан со строкой из романса «Жаворонок» и словами из него «Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой». Вот такая связь прослеживается между Жаворонком, Берлином и великим русским композитором Михаилом Ивановичем Глинкой. Русская Германия История в следах Программа «Русская Германия. История в следах» выходит при поддержке Фонда президентских грантов Общественной некоммерческой организации «Участие» Радио «Русский Берлин» и Российского дома науки и культуры.